101 год назад в турецком Константинополе в результате первого в современной истории человечества массового уничтожения людей по национальному признаку погибло более полутора миллиона армян. Траурные богослужения прошли по всему миру, где проживают армянские общины. В Сочи местом объединения стал Адлерский район. В соборе Святого Саркиса прошла служба, на которую собралось несколько сотен горожан, кто решил вспомнить и почтить скорбную историю своего народа. Никакой документальной реалистичной обнаженности, только образы и метафоры, напоминающие о, в прямом смысле, кровавой резне. Это еще одно мероприятие в памяти геноциде армян. Выставка открылась накануне в Сочи. Художники руководствовались словами известного живописца Мартироса Сарьяна о том, что искусство должно призывать человека к жизни и борьбе, внушать ему веру и надежду, а не подавлять описанием трагических сюжетов. «Единственное, что может удержать народ от уничтожения и от исчезновения, это наличие культурного кода. И то же самое, единственное, что может удержать народ от озверения и от того, чтобы он стал убийцей, то же самое, наличие культурного кода. И это высоко говорит о том, что это наш вклад в культурный код». Россия официально признала геноцид армян в 1995 году. В свое время инициатором, автором и докладчиком постановления, принятого Госдумой по этому вопросу, был член общественной палаты Константин Затулин. А потому увидеть выставку своими глазами он решил лично. Армяне вносят большой вклад в развитие Сочи и являются значительной частью населения. Многие из них потомки тех армян, которые бежали из Турецкой империи в годы Первой мировой войны, нашли здесь убежище на территории России и продолжают здесь жить, оставаясь лояльными гражданами Российской Федерации. Поэтому мы в этот день, хочу сказать, конечно, 24 апреля должны вспомнить и почтить память. Своим творчеством художники хотели напомнить о хрупкости человеческого бытия. И, возможно, именно потому все работы здесь были наполнены такими особенными красками жизни.